С туризмом у вас все в порядке, а как с очередью в детские сады? Есть? Мы на протяжении... Очередь есть, небольшая совсем. Она, наверное, больше текущая. Что бы здесь хотелось отметить? Мы эту работу начали пять лет назад. Когда в школах появились, ну так скажем, не появилось, наверное, а было не доукомплектование школ, мы стали рассматривать варианты выделения в школах дошкольных групп. И вот мы по ряду крупных наших школьных учреждений, как то Левашова, Красный профинтерн, Бурмакина, мы сделали дошкольные группы при школах. По 40 мест открыли, отремонтировали, как раз-таки при поддержке департамента образования эти проекты реализовали. Плюс у нас как бы исторически сперва детский сад, потом детский дом был, закрепленный за топливной аппаратурой. Он перестал быть востребованным, очень низкая загрузка была. Детей перераспределили по другим учреждениям, профильным. И у нас освободилось здание. И мы достаточно небольшими силами отремонтировали. У нас за два года было вложено в реконструкцию и переоборудование 7,5 миллионов. Мы открыли 100 мест для детишек. Детский сад «Солнышко». Я считаю, что это очень удачный проект. Ну это, с моей точки зрения, образцово-показательный детский садик. У нас осталась очередь в Вятском, как раз таки. И мы сегодня занимаемся проектированием школы детского сада. То есть это совместное такое учреждение будет. Очень хороший проект, очень хорошее архитектурное решение, которое гармонично впишется как раз таки в архитектурный стиль села Вятское. Продолжим тогда тему будущего района, а не краловского реформа местного самоуправления. Она вам тоже грозит. Это будет объединение администрации города и района. Каким вы видите этот процесс? Как вы его оцениваете? Честно говоря, мы так далеко не заглядывали. Понимаем, что закон принят. Сегодня работаем с внесением изменений в уставы. Мы приводим в соответствие все нормативно-правовые документы. Я думаю, что мы до конца года эту работу завершим. Ну а по всему остальному, я думаю, дойдет время и будем в этот процесс включаться. На сегодняшний день у нас прошли выборы. И глава сельского поселения, наверное, со всем представительным органом избраны. И у них срок полномочий до 2019 года. Поэтому время у нас есть. Я думаю, что будем согласовывать, будем проговаривать, обсуждать, чтобы это было, так скажем, максимально удобно, в первую очередь, для населения. То есть у вас будет объединение уже в 2019 году? Ну, до 2019 у нас, наверное, есть время, так скажем. А когда это объединение у нас пройдет, я думаю, жизнь покажет. Вы председатель совета органов местного самоуправления. И недавно был восьмой съезд. Обсуждалось там, в частности, институт формирования глав. Вот что это такое? Ну, на самом деле, там вопросов очень много обсуждалось. И большое направление было рассмотрено и посвящено земской реформе. Да, мы исторически это все рассматривали. Как это все зарождалось, как формировалась структура местного самоуправления. Развитие института глав. Ну, наверное, здесь в первую очередь, на что обратить внимание хотелось бы. Во-первых, мы были инициаторами двух законопроектов. Законопроекта о сроках и полномочиях органов местного самоуправления. И второго законопроекта о вопросах местного значения. О чем это говорит? О том, что у нас будет изменен, принципиально изменен подход по формированию структуры органов местного самоуправления. Здесь не отменяется, никоим образом не отменяется, не подменяется понятие выборности. В любом случае, все, так скажем, ключевые должности, первые должности, они подразумевают процесс выборности. Но здесь и в резолюции нашего съезда, и в поручении губернатора съезду основной момент – это то, что необходимо заниматься кадровым вопросом. То есть формирование кадрового резерва должно быть, ну, наверное, во главу угла поставлено. О чем это говорит? Что мы сегодня, готовясь к проведению конкурсных процедур на определение главы администрации, да, на выбор главы администрации, да, должны четко понимать. Ну, во-первых, порядки, критерии и вот весь механизм, он сегодня прописывается, и он будет в ближайшее время представлен и рассмотрен, да, в том числе и общественности, наверное, и экспертам в этой отрасли. Это одна история. Вторая история, что это люди должны иметь определенный опыт работы в органах местного самоуправления. Это люди должны соответствовать квалификационным требованиям. Во-первых, образование должно быть высшее, желательно профильное, чтобы это связано было с государственным самоуправлением, чтобы было общее понимание работы органов местного управления именно исполнительной власти. Ну и в любом случае это, еще раз повторю, это выборная должность, да, и эта должность, и, наверное, кандидатура должна быть в первую очередь вот настолько оптимально, так скажем, представлена, чтобы согласовал и представительный орган муниципального образования, и правительство Ярославской области. Вот тогда, наверное, сложится все для того, чтобы человек спокойно работал, спокойно исполнял свои функциональные обязанности, выполнял задачи, которые ему стоятся. Самое главное, гармонично мог сочетать работу, вернее, сочетать в себе, ну, наверное, все вот лучшие качества, необходимые для этой работы. Объединение администрации хотел бы к этому моменту еще вернуться, оно у вас не скоро, но вы наверняка подсчитывали, какие выгоды это будет для района. То есть, какое сокращение аппарата чиновников будет, и сколько, может быть, вы от этого выиграете? Мы, честно говоря, только рассматривали юридически этот момент, вот мы так глубоко не погружались сегодня. Да, анализ мы проводим, на самом деле мы занимаемся этой работой, но еще раз повторю, мы сегодня не ставим себе задачи, вот, как бы, броситься на то, чтобы ликвидировать администрацию сельского поселения, там, в себя включить эту структуру, либо еще что-то там разогнали всех, нет, такого нет. Время есть, 7 раз отмерь. Все правильно, нужно все взвешенно сделать. У нас остается несколько минут, можно поговорить о планах на 2015 год. Чем вы будете заниматься в следующем году? Ну, вот мы с вами очень подробно рассмотрели направление туризма. У нас, на самом деле, есть еще несколько, достаточно, с моей точки зрения, перспективных направлений, в первую очередь, это, конечно, строительство молотажного жилья. У нас сегодня очень много частных проектов, которые, слава богу, они не сворачиваются, а наоборот, таки, достаточно динамично, несмотря на все сложности, наверное, которые у нас сегодня и с валютой происходят, и в экономике достаточно все непросто. Эти проекты работают, и их у нас более чем достаточно. То есть, раз направление. Второе направление – это малое предпринимательство, среднее предпринимательство. У нас более 500 субъектов малого и среднего предпринимательства. И слава богу, что вот здесь-таки опять у нас нет снижения. То есть, нет валов, что закрывается там частное предприятие, закрывается магазин, или еще наоборот. У нас в этой части идет, знаете, такое, я бы сказал, инновационное, инновационные технологии приходят, и люди достаточно быстро меняются под условия рынка. То есть, предлагают лучшие сервисы, предлагают лучшие услуги. Вот это очень здорово. Это само по себе говорит, что есть заинтересованность в этом сегменте у людей, и не только с нашего района. Хотелось бы, конечно, сказать еще одно направление для того, чтобы и туризм, и малый бизнес, и строительство, и производство у нас не просто задерживалось, а наоборот еще дополнительно приходило. Мы сегодня очень серьезно занимаемся инфраструктурными вопросами. Мы за четыре года очень много поработали по приведению в порядок наших дорожных сетей. Много сделали, отремонтировали, и сегодня в планах эту работу продолжать. Мы достаточно плотно взаимодействуем с МРСК центром по замене их сетей, и уличного освещения, и сетей, для того, чтобы у нас был запас и резерв по энергетике. По энергоэффективности. По энергоэффективности, да, ну и по энергетике, соответственно. Занимаемся энергоэффективностью. Скоро сказать, более 80 миллионов рублей только в этом году было на модернизацию сетевого хозяйства направлено этой компанией. Мы очень плотно взаимодействуем и наработали хороший пакет проектов по газификации района. То есть у нас направление Сахарьеш, Никольская, это Бурмакинская сторона, это Дивогородище, Грешнево, Матвейцево. Продолжаем Красный профинтерн. В Некрасовском эту работу продолжаем. Плюс ко всему к этому мы, ну вот это, наверное, основные моменты, да, пытаемся еще и логистику выстроить вот по другим направлениям. Ну, в принципе, мы видим, что Некрасовский район сегодня активно и эффективно развивается. К сожалению, наша программа подходит к концу. Это была программа «Территория». В студии для вас работал Евгений Журавлев. И сегодня у нас в гостях был глава Некрасовского района Николай Золотников. Спасибо большое, что пришли. Всего доброго и до новых встреч. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...